День транспортного коллапса. Так сами горожане прозвали рабочий вторник после Пасхи. Вместо привычного маршрута с Симферопольцев ожидала дорога полная сюрпризов. Незнакомые улицы, пробки и тянучки. Вы сегодня ехали на маршрутке? Да, до Центрального кольца. Удобно вам было? Конечно нет, мне нужно в район Сильпо, и у меня все расписано по минутам. Я уже опаздываю. То есть как вы от Центрального рынка добираетесь до Сильпо? Ну, собственно, пешком, вот на своих двоих, от Центрального кольца, вернее, с остановки на улице Маяковского. До Сильпо вы идете пешком? Очень неудобно. И, что характерно, я не понимаю, почему это без объяснений. Меня совершенно это не устраивает, потому что, во-первых, информации никакой. Неужели на остановках нельзя развесить новые маршруты какие? Это раз, это первое. Отсюда этот дискомфорт. А во-вторых, я не понимаю, что тут добился Новоровского, вообще дурдом. Там всегда тяжелый светофор был. По Караимской там вообще мрак. Поэтому я не знаю, кто чего выиграл, вот если честно. Объезжали, куда-то заезжали, переезжали. В общем, ничего неудобного. На минут 15 больше ехал, чем надо было. Сами водители маршруток заявляют, что документы о перемене схемы движения пока не получали. Было лишь устное распоряжение начальников. Они вынуждены нарушать и рисковать своими лицензиями и паспортами маршрутов. Кроме того, пропускную способность улиц до сих пор никто не просчитал. А из-за образовавшихся пробок срывается график движения. Кому на сельпо спрашивают, через сельпо едете? Нет. Через гостиницу Украины едете? Нет. Все, и стоят или пешком, я не знаю, выходят, мы вот на Толстого поворачиваем оттуда. Или на Толстого выходят, или вообще не садятся. Все, людей намного меньше стало. Невозможно вообще ездить в этих пробках. Мы замучились там вообще ездить. Люди возмущаются. Что это такое? Что они натворили? Людей намного меньше стало. А вечером план сдавай, солярку заправляй, неизвестно за что. На воздухе ездим, как будто бы. Многие о грядущей транспортной реформе в Симферополе узнали в пятницу, во время ток-шоу «Народный вердикт». Тогда стало известно, что решение об изменении маршрутов движения только проходит согласование. Решение это на исполкоме принято? Жара, нет, пока еще решение не принято. Я обратился с просьбой к перевозчикам. Когда 30-ти градусная или 40-ка градусная жара, и дышать нечем, и в воздухе стоит этот смог, облако дыма над городом. Приезжающие, отдыхающие, наш город похож просто не на столицу курорта Крыма, а на город автомобильного хаоса. Теперь транспортная нагрузка легла на улицы города, которые вовсе не предназначены для этого. Маршрутки, которые едут со стороны автостанции Западная, Седьмой горбольницы и микрорайона Марьино, теперь вместо проспекта Кирова перемещаются по Пролетарской. Добраться до Свободы и МОЗ Кольца в центр теперь можно по улице Толстого. Мы не можем дать более достоверную информацию о новых схемах движения маршрутных такси по улицам города. Начальник управления транспорта и связи Симферопольского городского совета Нариман Мусаев в последнюю минуту отменил пресс-конференцию на эту тему, сославшись на срочный вызов в Совет министров. Марина Павлова, Евгений Луговской, Служба новостей и ТВ.